Творчество Александра Сергеевича Пушкина для жителей стран постсоветского пространства стало на многие годы определяющим. Именно его сказки открывали нам мир детства, а Евгения Онегина и Капитанская дочка в школьные годы учили рассуждать и выбирать. Остается любимым Пушкин и у взрослых людей. Учителя-филологи охотно рассуждают на темы творчества автора, пишут эссе и научные работы. И то, что у них это получается, подтверждает большое количество участников встречи. В Брестской области более двух десятков лауреатов одного из престижных международных конкурсов, у каждого из которых есть свое видение пушкинской поэзии и слога. Пушкинское наследие здесь достаточно развито, и очень много специалистов, не только преподавателей русского языка, а вообще всех, кто увлекается творчеством русской Пушкина, непосредственно русской литературой, участвуют в этом конкурсе. И, естественно, в Белоруссии, Брест в частности, очень активно принимают участие в этом конкурсе. Конечно, филологи – люди особые, учителя особые, они очень начитанные, они много знают, они особо относятся к детям, они больше всех учителей, наверное, занимаются нравственным и эмоциональным развитием детей. Встреча переросла в формат обычного совещания и стала литературной гостиной. Здесь шли дискуссии о роли Александра Сергеевича Пушкина в мировой литературе, о том бесценном наследии, которое оставил автор читателям 21 века. Каждое поколение находит в творчестве классика нотки своей жизни, своего быта, своих проблем и забот. Поэтому популярность книг классика не утратилась. Пушкина по-прежнему читают и перечитывают. Мы говорим, что Пушкин – это наше всё. Действительно, мы воспитываем своих детей на его произведениях. А конкурс для нас, для всех фрусистов – это, наверное, просто возможность пообщаться. Несколько раз был в Москве, ощущая, что все мы, люди, говорящие на русском языке, на языке Пушкина – это одна большая дружная семья. Сегодня обладатели премии имени Александра Сергеевича Пушкина – это сообщество единомышленников. Они активно обмениваются наработками в вопросах обучения молодёжи, вместе проводят различные творческие и интеллектуальные мероприятия. Такое сотрудничество позволяет активно популяризировать гуманитарные науки, а также сближать людей, интересующихся литературой и словом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова